Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» Её ведущая Наталья Казанцева Христиане на страницах Священного Писания часто называются учениками Всю свою жизнь мы узнаём, что такое на самом деле любить Бога и ближнего, как самого себя Прощать врагов, каяться в грехах И учимся исполнять это на практике И это действительно сложная наука, требующая напряжённого внимания и приложения всех сил Однако на этом пути, как в постижении любой другой науки, нам нужны учителя Для христиан такими учителями являются святые Сегодня мы предлагаем вашему вниманию книгу, которая посвящена Аврааму, Моисею и Давиду Эти три праведника ветхозаветной поры действительно могут многому научить нас А чему именно, об этом рассказывает Эдуард Качан Его книга вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница» и называется «Уроки Ветхого Завета» Итак, Авраам, Моисей и Давид Три праведника ветхозаветной поры Три гиганта духа Три великана Почему мы, говорит автор, станем говорить именно о них? А вот почему Как отмечает Эдуард Николаевич, среди русскоязычных людей православное христианство распространено не так, чтобы очень сильно То есть крещенных в младенчестве много, даже очень Но вот тех, кто относится к факту своего крещения всерьез Кто по-настоящему пытается выстроить свою жизнь по рекомендации от церкви, увы, немного Мало тех, кто старается жить по заповеди, бороться со своими греховными порывами Поститься, молиться, исповедоваться, причащаться и так далее Таких серьезных православных христиан еще называют воцерковленными К счастью, говорит автор, воцерковленных больше, чем было раньше Но, к сожалению, меньше, чем хотелось бы Остальные, пусть и крещеные, в жизнь церкви не вливаются На вопрос «почему?» отвечают по-всякому Большинство отделывается отговорками Мол, мы, конечно, не против, но вот если бы священники были другими Вот если бы служба в православных храмах была на русском языке Вот если бы Дарвин не написал свою книгу об эволюции И так далее, и тому подобное Таких отговорок-упреков не счесть А есть среди них и такой Да как вы вообще можете всерьез относиться к Библии? Ведь в ней описываются такие несимпатичные, безнравственные персонажи Как Авраам, Моисей и Давид Первый был женат на сестре Второй мучил египтян Третий убил человека ради того, чтобы забрать себе его жену Нет, я не пойду туда, где уважают столь безнравственных людей Как отмечает автор, позиции таких людей понятны Но когда человек находится вдали от церкви То здесь не виноват ни Авраам, ни Моисей, ни Давид Причина не в том, что церковь учит чему-то плохому или глупому Причина в душевном настрое самого человека Для примера автор рассказывает следующую историю из своей жизни «Как-то заспорили мы, пишет Эдуард Качан, о вере с одним моим знакомым Долго спорили, несколько месяцев Вместе работали так, чтобы была возможность обстоятельно беседовать во время перерывов За это время теоретические расхождения мы разъяснили И потом мой знакомый сказал «Знаешь, все это может и хорошо, но мне не нужно, я не хочу меняться» Вот это, выражает автор свое мнение, и есть главная причина невоцерковленности Люди ведь понимают, серьезная христианская жизнь изменит их, сделает другими А они слишком влюблены в себя и не хотят меняться Даже для того, чтобы приобрести самого Бога Правда, случается и нередко, когда Господь Сам касается сердца И тогда человек либо умиляется глубине Божьей любви Либо ужасается тому, сколь изуродовано грехами его сердце И тогда человек становится готовым отвергнуть себя и пойти за Христом Впрочем, это тема для отдельной книги А те, кому посвящена эта книга, Авраам, Моисей и Давид, были людьми хорошими Особенно если сравнивать их с современниками Ими можно восхищаться, и у них есть чему поучиться Это и доказывает автор, внимательно рассматривая их жизнь Разговор с читателем этой книги будет долгим, обстоятельным И, как надеется автор, увлекательным Лично мне, говорит Эдуард Николаевич, очень интересно вглядываться в образы Этих ветхозаветных гигантов духа Но прежде чем приступить к своему исследованию Он объясняет читателям, что такое святость и чему мы учимся у них Для начала, пишет Эдуард Качан, заметим Центральными фигурами христианства ни Авраам, ни Моисей, ни Давид не являются Точно так же, как ими не являются ни преподобный Серафим Саровский Ни святитель Мирликийский, ни даже Пресвятая Богородица Центральной фигурой христианства является воплотившийся Бог, Иисус Христос Именно Он и есть путь и истина, и жизнь Именно к Нему устремлены все мысли и чаяния христиан Святые, сколь бы велики они ни были, все же не главные Можно сказать больше Люди часто путают понятия святость и безгрешность Для них святой — это высоконравственный И если в человеке видны малейшие греховные повреждения, так он уже и не святой вовсе Тем не менее, с христианской точки зрения, безгрешный и святой — ни одной тоже Безгрешно мы считаем лишь одного человека на свете — Иисуса Христа Все, кто хоть иногда заходит в православный храм субботним вечером, знают дивное по красоте песнопение Которое начинается такими словами Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному Как видите, отмечает автор, православная церковь во все времена считала, что по-настоящему свят и безгрешен только Господь Других безгрешных нет, не было и не предвидится В то же время, стремление поменьше грешить является для христианина вполне нормальным Именно борьбы с греховными порывами в своем сердце ждет от нас Бог Но что же такое святость, если прилагать это слово не к Богу, а к нам, людям? У этого слова, пишет автор, есть несколько значений Первое из них не имеет никакого отношения к нравственности Оно синоним слов «отдельный», «отделенный» И оно к святым этой книге не подходит А второе значение этого слова для книги более значимо Согласно ему, святые — это верные По мнению некоторых исследователей, именно это имеет в виду апостол Павел Когда называет христиан святыми в своих посланиях В этом смысле святым может считаться каждый христианин в те периоды своей жизни Когда он всерьез старается быть верным Богу И третье значение то, которое употребляется чаще всего Святой в значении праведный, живущий по правде Какими были герои этой книги? Об этом и рассказывает Эдуард Качан в книге «Уроки Ветхого Завета» Рассказывая об Аврааме, Моисее и Давиде, автор касается и других людей, оставивших след на страницах Библии Так, говоря об Аврааме, нельзя умолчать о Лоте Говоря о Моисее, невозможно не вспомнить о Аароне или Иисуса Новина Говоря о Давиде, нельзя не сказать о Самуиле и Сауле И все же главным образом автор говорит именно об этих трех великих мужах Он рассматривает их жизнь тщательно, подробно, не торопясь И постепенно читатель видит, в них было много того, чем мы можем восхищаться Их есть за что уважать и любить, и поучиться у них мы тоже можем многому Даже на примерах их падений, а уж на тех случаях, когда они оказывались на высоте, тем более Извлекая из жизни ветхозаветных святых отцов уроки, будем стараться быть похожими на них в том, чем они превзошли свое время И избегать их ошибок и промахов, которых много в жизни каждого, даже святого человека Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках Желаю вам интересного и полезного чтения Всего вам доброго, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok